В их руках будущие экономики России. Сегодня в Волгограде подвели итоги традиционного всероссийского и областного конкурса «Инженер года». Он проводился по пяти номинациям, а свои разработки и проекты на суд экспертов представили более 40 участников. С церемонией награждения победители конкурса материал Елена Лыковой. Изобретательность, способность – именно так переводится с латинского слова «инженер». Это одна из самых массовых и самых востребованных профессий в промышленности. Интерес к ней со стороны молодежи в последнее время растет. Вчерашние старшеклассники понимают, что при нынешнем переизбытке юристов и экономистов найти работу по технической специальности более реально. Сегодня свыше третий выпускников высших учебных заведений – инженеры. Профессиональный, квалифицированный инженер предполагает не только наличие знаний, но и, конечно же, очень большого, серьезного, практического опыта. Профессия инженер всегда была, есть и будет в почете. И тот статус, который, к сожалению, в 90-х годах несколько упал, он в последние годы стал восстанавливаться постепенно. Мы это видим по тем конкурсам, которые есть в технических вузах. Кстати, и среди участников нынешнего конкурса «Инженер года» было немало молодых людей. А всего на это ставшее уже традиционным профессиональное состязание было представлено 42 проекта. Большинство из них тем или иным образом связаны с модернизацией производства. Это главная задача, которая стоит сегодня перед экономикой страны. И свой вклад в перевод промышленности на инновационные рельсы как раз и вносят специалисты практики. Ведь основная инженерная задача – это разработка новых и оптимизация уже существующих решений – технологических, проектных и так далее. К примеру, работа одного из лауреатов конкурса, Дмитрия Зайцева, положила начало модернизации гальванического участка предприятия, на котором он трудится уже более 10 лет. Процесс хромирования деталей шаровых кранов, которые применяются при строительстве магистральных газопроводов, был предложен нами и проводится модернизация. Поэтому процессы впервые, не только в России, но и во всем мире. Данный процесс для предприятия позволит снизить энергозатраты, производственные площади, повысить производительность труда при выполнении гальванических работ. Но не только сугубо производственные интересы ставили во главу угла участники конкурса. Например, Ольга Стрельченко, дизайнер по призванию и образованию, уже много лет занимается конструированием обуви, в том числе и для людей с ограниченными физическими возможностями. Хочется делать красивую и качественную продукцию, которая бы радовала и мужчин, и женщин, и детей, говорит инженер года в номинации «Бытовое обслуживание населения». В этом году у нас появилась новая система конструирования, автоматическая. И с помощью этой системы я смогла разработать много моделей для того, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями. И также не только им, но и обычным людям, которые не могут найти себе обувь в магазинах обычную. Конкурс «Инженер года» стал в Волгоградской области уже традиционным. В этот раз лучших специалистов уявляли в пяти сферах, в том числе в промышленности и транспорте, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, в топливно-энергетическом комплексе. И, как надеются организаторы, грамотные, талантливые и ищущие инженеры помогут экономике нашего региона выйти на качественно новый уровень развития. Елена Лыкова, Светлана Олегбарова, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».